Всем привет! Меня зовут Елена Коваленко. Я эксперт в области продвижения MLM онлайн. Сегодня в этом уроке мы расскажем вам все про продающее видео, как правильно его записать, какие инструменты использовать, чтобы видео было качественно и много-много других фишек. Если вы решили использовать этот инструмент, то вы обязательно должны посмотреть это видео до конца. Привет, друзья! С вами снова Владимир Коваленко. И сегодня мы разберем такую тему, как записывать видео и продающее выступление. Я считаю, что это одна из самых важных тем, которые нужно освоить вам, те, кто собирается продвигать себе отличный бренд. Итак, поехали! Обсудим все 6 причин использования видеомаркетинга. Первая причина – это видео повышает уровень конверсии и продаж. Вторая – видео создаёт доверительное отношение. Третья – видео любит на Google и другие поисковые системы. Четвертая – видео продвигает соцсети. Пятая – видео смотрят даже ленивые. И шестое – видео повышает конверсию рекламных кампаний. Слово «видео» в теме письма увеличивает количество открытий на 19%, переходом на 65% и снижает процент отписок на 26%. И это отличный способ оживить базу подписчиков. Представьте, друзья, только насколько слово «видео» меняет всё вокруг. И сейчас видеоконтент является основным материалом для продвижения своего бизнеса. Потому что люди могут, в отличие от фотографий, не увидеть какой-то определенный момент, а увидеть картину в целом. Поэтому едем дальше. Важно в первые 5-10 секунд захватить внимание зрителя. Показать его личную боль, проблему или желание. Сделать так, чтобы зритель увидел себя и продолжил просмотр. С первых же кадров дайте причину посмотреть это видео до конца. Или вообще его продолжить смотреть после того, как вы начали говорить. Итак, инструментарий. Какой необходим инструментарий для снятия видео? Это телефон, фотоаппарат, видеокамера. Для устойчивости картинки использовать селфи-палку или штатив. Свет использовать естественно, либо использовать дополнительный свет. То есть или софиты, или лампа дневного света. Для начального уровня вам достаточно будет лампа дневного света. Если есть возможность, то конечно лучше поставить софиты, которые будут освещать со всех сторон. Можно играться тенями. Важно, важно не снимать против окна солнца. Снимать лучше статично. Не ходить с камерой и пользоваться зумом, приближением. Зум это приближение. На камере лучше подойти. Почему? Смотрите. Когда вы будете снимать напротив солнца, ваша картинка будет сразу темная. Будет виден только силуэт и все. Больше только очертания. Естественно, сразу картинка испортится. По поводу зума. Когда вы делаете приближение на телефоне особенно, то сразу на картинке появляется шум. Такие шумит, говорят. В общем, качество картинки сразу ухудшается. Поэтому вместо того, чтобы приближать с зумом, лучше подойти ближе. Вам необходимо будет что? Селфи-палка с телефоном, петличный микрофон, фотоаппарат камера на штативе. Видите на скриншоте, да? Наши презентации, точнее, что это такое? Селфи-палка с телефоном, да? Для того, чтобы можно было себя снимать. Это отлично походит для лайв-блога какого-то, да? Или для того, чтобы разрядить какую-то официальное ваше видео, которое вы снимаете в офисе или в студиях. А просто взять селфи-палку где-то на отдыхе, где-то прогуливайтесь. Вам пришла какая-то интересная идея, контент, с которым вы хотели поделиться со своими пользователями, подписчиками. Вы берете, достаете и снимаете. Это было красивее, лучшее, чем держать телефон в руке. Но это тоже, кстати, хорошо. Главное снимать. Дальше. Петличный микрофон – это боль. И он должен присутствовать обязательно. Если вы хотите не потерять своих подписчиков, да? Вот что-что, но ваши зрители вам никогда не простят. Это плохое качество картинки. Ну, некачественное, да? Темно, плохо видно. И второе – это звук. Звук является приоритетом в качестве видеосъемки. Поэтому используйте, пожалуйста, петличный микрофон. Для начала, для пробных видео, если вы только-только начинаете, лучше всего возьмите, он там стоит недорого, 300 рублей. Какому-нибудь в цифровом магазине. Ну, дальше лучше всего приобрести уже получше, поинтереснее, где будет сопротивление ветра, там, прочее шумоподавление. Вот. Ну, вообще идеальный вариант – это микрофон Sennheiser. Вот. Ну, они стоят, конечно, хороших денег, но оно себя оправдывает. Ну, вам совет. Начните с малого. Дальше вы уже определитесь, что вам лучше по душе и для чего, и как вы будете это использовать. Производство видео, да? Видео мы можем записывать в нескольких ракурсах. То есть, форматах, точнее. Первое – это формат видео. Второе – запись продукта. Третье – монтаж и редактирование. И издательство. То есть, это этапы, через которые будут проходить все наши видеосъемки и конечные продукты, то есть, уже конечное видео, которое вы будете смотреть. Формат видео, да? Есть несколько форматов. Перечислим. Вы в плане снимаю только вас. Видеоэкран – это то есть вебинар, то, как сейчас снимаю я. Динамическое видеодвижение. То есть, это то, как я вам рассказывал, селфи-палка, и вы идете что-то рассказывать или держите телефон или камеру в руке. И видео у доски. Флипчарт, что также часто используется в вебинарах и в каких-то презентациях, когда человек может что-то писать и рассказывать. Процесс съемки. Фон. Важное значение имеет на каком фоне вы снимаете. Прошу вас, никогда не снимайте на фоне леса. Потому что первые видео, первые матерские видео всегда снимаются в лесу и люди уже, ну, как-то люди это не очень воспринимают. У них сразу идет отторжение, когда они видят лес на фоне. Вот. Наверное, потому что, когда начинали снимать первое видео, всегда выходили куда-то в лес, никто не видит, не слышит. и там пробовали записывать первое видео. Наберите смелости и снимите лучше это дома на фоне обоев. Свет. Выставить свет, чтобы не было теней. Да, то, о чем я вам рассказывал, что либо использовать софиты, либо лампу дневного света. Движение. Чем больше естественные ваши движения на камеру, тем лучше. То есть, не нужно стоять как робот, смотреть в одну точку и транслировать. Будьте естественны, общайтесь, как будто вот вы рассказываете своему другу, подруге. Перебивки. Сейчас спрашиваю, что это такое. Перебивки. Сейчас я вам расскажу. Вот человек устает от одного ракурса, да, поэтому снимайте с разных ракурсов, динамичнее смотрится и воспринимается. То есть, перебивка это то, когда у вас снимали начало прямо, потом у вас снимают сбоку, помогут прямо, только зумом, либо подошли, но ближе лицо ваше в камеру. И когда видео будет сначала таким ракурсом, таким-таким, оно смотрится динамичнее. И, соответственно, человек не пересыщается его глаз к одному формату, когда вы просто стоите прямо и вещаете, рассказываете, делитесь контентом и вас снимают только в таком ракурсе. человеческий глаз, он будет уставать. Более интереснее смотрится, если это будет видео с перебивками, то есть, с изменением ракурсов. И главное, в этом имеет звук. Пожалуйста, используйте микрофоны, для того, чтобы ваши видео были интереснее. И заметьте, что даже для себя пройдите эксперимент. Снимите видео без микрофона и снимите такое же видео с микрофоном. И вы сразу увидите, почувствуете разницу. И видео с микрофоном, оно сразу на level up сильно вверх. и какое-то передает такое качество, не то, что качество, а придает ваш стиль, что вы профессионал. Вы не аматор, какой-то любитель, который снимает просто, а уже профессионально. Соответственно, значит, если вы позаоценируете себя как эксперта, дальше профессионально снимаете, профессиональный звук, то у вас уже будет больше вероятность, что вас будут слушать. и дальше смотреть, подписываться на ваш канал. Важно, очень важное видео на телефон, на камеру снимаем только горизонтально. Запрещено снимать в вертикальном положении. Многие люди еще, особенно те, кто только начинают, часто вижу, начинают снимать на телефон, сжать телефон вот так, вертикально. Это большая ошибка и вы, наверное, даже уже сами замечали, что такое видео, потом, если просмотрим на телевизоре, то будет, что, буду так вот посерединке видео, по бокам будет темный фон. никому на самом деле такое неинтересно. Поэтому всегда снимайте вертикально, вот, для того, чтобы картинка была красива и ее можно было посмотреть на большом экране, на телевизоре, на планшете, на там, на ванпуке. Вот, запомните и практикуйте. программы для самостоятельного монтажа видео, их достаточное количество, вот, я здесь выписал их несколько штук, это, Camtasia, да, потом, Adobe Premiere Pro, более профессиональная программа, Windows Movie Maker, она очень простая и стандартная идет в самом Windows, раньше, по крайней мере, шла. Movavi Video Suite, это Apple-овский продукт и Pinnacle Studio 18. Лично я пользуюсь Movavi Video Suite и Pinnacle Studio 18. Они простые, есть даже ролик, на котором я показываю пошагово, как лично обрабатываю видео, которые наснимали, и пошагово там, как загрузить, как обрезать, как добавить звук, как добавить титры, какие-то переходы, можете посмотреть в моем канале, достаточно все просто и по шагам сами сможете себе смонтировать любое видео. Поэтому, ну, если вы еще знаете какие-то другие, например, Sony называется, есть, она уже считается профессиональной, вот, ну, чтобы в ней разобраться, нужно много времени, я вам здесь выписал те, которые не требуют каких-то больших знаний и ими можно даже интуитивно понятно, вы сможете нарезать, вот, подрезать, убрать, сконвертировать, ну, попробуйте сами и для себя выберите что-то лучшее. Музыку для монтажа видео и загрузки на YouTube можно использовать любую, но также рекомендую вам брать из библиотеки, которые находятся в YouTube, чтобы избежать вопросов за нарушение авторского права, потому что сейчас, в последнее время, YouTube очень остро реагирует на все вот эти моменты авторского права, вот, и можно даже заблокировать ваше видео, это минимум, что он может сделать, нет, минимум, это было предупреждение о том, что правообладатель музыки, да, которую вы использовали в своем ролике, разрешил его использовать, но использует в нем трансляцию рекламы, то есть, он монетизирует для себя, вы из этого ничего не получаете, автор песни, да, для себя, в общем, монетизирует, на этом ролике будут показываться какая-то реклама, и, чтобы этого избежать, избежать, лучше, берите музыку из библиотеки, сейчас вам покажу, вот видите, да, зайдите в творческую студию, выберите создать фонотека, там есть целый список песен, музыки, их можно отсортировать по жанру, по длительности, бесплатные, платные, что необходимо, чтобы использовать, там еще написано, приписано, все очень просто и легко, на всякий случай проверяйте там, и сейчас вышла, как сейчас, недавно вышла, новый сервис, называется супа.ру, на ней вы можете легко создавать видео, которые можно загружать в социальные сети, там большое количество шаблонов, анимационные, там фотографии, можно имитировать переписку в чате, на телефоне, ну, очень большое количество, можно делать классные презентационные видео, попробуйте, она абсолютно бесплатная, перейдите вот по ссылке супа.ру, поюзайте, ну, я думаю, там вам что-то понравится, что-то для себя вы найдете, кстати, сейчас я вам расскажу ваше домашнее задание по традиции, и так запишите три видео, плюс приветственно используя материал из урока. Ну, а теперь до скорой встречи, всего хорошего, пока-пока. Благодарю вас, что досмотрели это видео до конца, я вас очень прошу, используйте все то, что мы вам сказали, используйте все инструменты, самое главное, выполняйте домашние задания, делайте все, вы, наверное, уже поняли, что мало того, что вы что-то знаете, но нужно это все еще и выполнять и делать, и тогда будет очень крутой результат. С вами была Елена Коваленко, ждите моего следующего очень крутого видео, для этого нажимайте на звоночек под этим видео, ставьте лайк, если вам видео пригодилось и понравилось, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть моим постоянным другом, и, конечно же, если у вас остаются какие-то вопросы, то пишите их в комментарии, я обязательно на них отвечу. С вами была Елена Коваленко, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok